Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 1 января По одному из календарей славяне отмечают Новый год По народному месяцу слову Ванифатий и опять же Новый год В этот день христиане чтут память святого Ванифатия Жил во времена правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана, 3 век В народе этот святой почитается как избавитель от пьянства Месяц январь, зимы государь, весне дедушка, а всему году запевала И от того, как проходил его первый день, во многом счастье и благополучие всех живущих на земле зависело Так, по крайней мере, считали наши прадеды, стараясь встретить новогодье по возможности красиво, весело и сытно С раннего утра и до позднего вечера шумел и радовался на улицах народ Приветствуя ряженых, катаясь на санях, затевая шумные озорные игры Соседи, родственники и друзья ходили из дома в дом под видом сеятелей Бросая горсть земли в красный угол, поздравляя хозяев с праздником, желая им здоровья и хорошего урожая А они, в свою очередь, должны были на славу угостить сеильщиков, одарить гостинцами ребятишек, приветить стариков Да так, чтобы никто из пришедших в обиде не остался Ведь чем больше приятных гостей посещало в этот день дом, тем больше хороших новостей ждало хозяев в новом году Согласно бытовавшему когда-то мнению, 1 января нельзя было отдавать долгов, чтобы потом весь оставшийся год не рассчитываться В этот день запрещалось выполнять тяжелую и грязную работу, ругаться, поминать нечистую силу В общем, нужно было стараться не попасть в историю, чтобы не каяться и не мыкаться затем понапрасну Как год встретишь, так его и проведешь Счастливое новогодье счастливый год выражит А сколько всевозможных примет, обычаев и обрядов было с этим днем связано Например, мужики, желающие узнать, насколько урожайным станет грядущий год Должны были, придя за утренни, начертить в снегу на перекрестке дорог крест Приложиться к нему ухом и внимательно вслушиваться Если покажется, что едут к перекрестку тяжело груженные сани Год наверняка урожайным окажется А если ничего не слышалось или рядом порожние сани проезжали На изобилие и благополучие трудно было рассчитывать Впрочем, для верности, погадав на перекрестке и отряхнув с коленей снег Шли на гумно зубами былинки дергать Былинка колосистая, полная зерна, удачу выражила А обычная соломинка пустые хлопоты предсказывала Те, кому дважды не везло, старались не отчаиваться, а еще раз судьбу испытать Для чего, набрав по горсти колосков разного хлеба и связав из них крошечные снопики Поздно вечером выставляли их на улице в том месте, где сердце подсказывало А на то, какой хлеб в наступившем году лучше уродиться Выступивший на колосках иней показывал На котором из снопиков его больше оказывалось То зерно и нужно было к севу готовить Бабы на затее мужиков с уважением и опаской поглядывали А старики лишь в усы улыбались Ведь они, не утруждая себя беготней от гумна к перекрестку А только вокруг поглядев, о будущем урожае могли уже многое рассказать Например, сильный ветер на обилие орехов указывал Звездная ночь, горох, чечевицу и ягоды обещала Ясное утро с крепким морозцем хлеб выражили А если до обеда было пасмурно, следовало к позднему севу готовиться Молодежь виды на урожай нисколько не заботили Куда важнее для них было решение вопросов собственной судьбы Связанной, как правило, с удачной женитьбой Недаром же так усердно мели полы в новогодье девушки на выданье Стараясь отыскать хоть маленькое зернышко, символизирующее счастливый брак А чтобы будущий дом был богат, крепок и благополучен Не ленясь, переодевались они в течение дня по нескольку раз Наряжаясь во все самое лучшее и дорогое И при этом все как одна завидовали ненароком чихнувшей подружке В новогодье чихнуть, со счастьем поздороваться И еще Тот, кто в первый день нового года проедет на лошади задом наперед вокруг дерева, расходящегося из одного корня на два ствола Тот никогда не будет обманут мужем или женой С утра до обеда не подметают и не моют пол Чтобы не вымести и не замыть счастье и удачу Похожее происходит с празднованием нового года и в других славянских традициях По их календарю это праздник, посвященный месяцу Который на девятый день после Калиды переносит солнце Сивояра в Иное Дабы новое солнце божич воцарился в мире Первый месяц года посвящается Велесу В честь него готовятся вареники Обрядовое блюдо нового года, называемое ушками месяца Также нужно отметить, что на Новый год двор опахивают Хозяин символически обходит вокруг дома с плугом Это символизирует схождение божественной силы на землю И оплодотворение ее для рождения нового урожая Мальчики и неженатые юноши засевают дома А знаменовое рождение новой жизни При этом произносится обрядовая молитва Ходят по домам засевать до восхода солнца Набирают в мешочек или в варежку смеси зерен Рожь, пшеница, горох, проса и другое И осыпают этими зернами хозяина и дом Произнося Главного засевальщика приглашают присесть, говоря Присаживайся у нас и посиди, чтобы все хорошо у нас сидело И куры, и гуси, и утки, и рои, и старосты А во время засевания девушки и парни ловят зерна и по ним гадают Если число зерен окажется парным, то быть в этом году свадьбе и наоборот Зерно, которое осталось после ухода засевальщиков Домочадцы тщательно собирают и хранят А потом одну часть из них при севе бросают в землю Другую часть дают курам, чтобы лучше неслись Хозяева ходят поздравлять с Новым годом местного волхва Несут ему в малых мешочках гречиху, овес, пшеницу Возвращаясь из храма, хозяин обкуривает дом чабрецом А потом семья садится обедать Если дети засевают на рассвете, то после богослужения делают это и взрослые, посещая друг друга При этом было одно отличие Зерном не дом засевают, а посыпают хозяев, приговаривая Сейся, родись, рожь пшеница, всякая пашница На счастье, на здоровье, на Новый год Чтоб родила лучше, чем в прошлый год Конопля до потолка, а лен до колена Чтоб у вас, внуков дождьбожьих, голова не болела Будьте здоровы! С Новым годом! Радости и счастья вам! Славяне! Братья-месяцы Славяне! Славяне!